19 февраля 2013 года 20-летняя Карина Дель Поза, которая проживала в Кито-Эквадор, отправилась со своими друзьями в бар. Девушка даже не предполагала, что эта, казалось бы, обычная встреча обернется для нее сущим кошмаром. Нелли Карина Дель Поза-Маскера родилась в Кито-Эквадор в 1993 году. Жизнь Карины с самого начала была очень трудной. В возрасте двух лет она потеряла отца из-за рака. Затем, в 2008 году по той же причине умерла ее мать. В результате у Карины остался только старший брат Милтон. Они вдвоем старались вести хозяйство, поддерживали друг друга как могли и были очень близки. Карина начала работать с 15 лет. У нее была подработка с частичной занятостью, что позволяло ей продолжать учебу. Самой большой ее мечтой было закончить университет. Она хотела изучать деловое администрирование или маркетинг. Когда Карина закончила школу, она решила, что пора искать постоянную работу. В подростковом возрасте она подрабатывала моделью и промоутером. И хотя эта работа иногда очень хорошо оплачивалась, она не всегда ее устраивала. Она понимала, что для поступления в университет ей необходим постоянный заработок, так как предстоят еще большие расходы. Поэтому следующие несколько лет своей жизни она провела в поисках постоянной работы. 19 февраля 2013 года, в возрасте 20 лет, Карина вышла из дома и сказала брату, что идет в Министерство трудовых отношений, где надеется оставить несколько резюме и тем самым обеспечить себя работой. Они попрощались, не зная, что это последний раз, когда они видят друг друга. По имеющимся сведениям, Карину сопровождала другая девушка по имени Мария Сесилия Ривера. В некоторых СМИ Мария Сесилия упоминается как лучшая подруга Карины. Однако, по словам друзей, они не были лучшими подругами, а просто знакомыми. Они общались лишь несколько месяцев, поскольку случайно пересекались на некоторых встречах. Известно только, что и Карина, и Мария оставили свои резюме в разных местах. Вечером Милтон ждал возвращения сестры, которая сказала ему, что придет раньше, но в итоге так и не пришла. В последний раз, когда они общались, она сказала, что находится на встрече с друзьями. Милтон лег спать, ожидая, что утром сестра вернется домой. Однако, этого не произошло. 20 февраля он проснулся в 8 часов утра, а Карины все еще не было. Когда парень позвонил, ей телефон был отключен. Он очень забеспокоился и пошел в полицию, чтобы написать заявление. Власти немедленно приняли заявление об исчезновении Карины и разыскали последнего человека, который, как известно, был с ней, Марию Сесилию Ривера. 21 февраля 2013 года, через два дня после того, как Милтон в последний раз видел свою сестру, Мария явилась в полицейский участок для дачи показаний. Она рассказала следующее. Они действительно были в Министерстве трудовых отношений, где оставили свои резюме для некоторых компаний. После этого девушки пошли в местный бар, встретились с другими друзьями и провели некоторое время вместе. Когда они уже собирались уходить, в бар пришел молодой человек по имени Хуан Пабло Вака. В некоторых СМИ Хуан Пабло упоминается как парень Карины, а в других говорилось, что в тот момент они просто флиртовали, пытаясь завязать отношения. Как бы то ни было, молодой человек привлек внимание девушек, и они остались с ним еще на некоторое время. Затем Карина сказала, что ей пора уходить, и Хуан Пабло попросил ее остаться еще ненадолго. Как сообщается, они съели пиццу, и в 19.00 парень предложил девушкам пойти к нему на квартиру, чтобы продолжить общение. По словам Марии, Карина была не совсем уверена, но в конце концов согласилась, и около 7 часов вечера того же дня они приехали на место. Хуан Пабло сказал, что позвонит другим друзьям, и те приехали через несколько минут. Это были 21-летний Хосе Антонио Севилья, 20-летний Мануэль Салазар и 25-летний Дэвид Пинья. Дэвид познакомился с парнями всего несколько месяцев назад, так как они попросили его дать им частные уроки боевых искусств. Парень был спортсменом и очень хорошо владел боевыми искусствами, поэтому он согласился. Кроме того, ему нужны были дополнительные деньги. Его мать была больна раком, и семья несла большие расходы, и он решил, что это хорошая возможность. Также известно, что Дэвид Пинья давно знал двух молодых девушек. Говорили даже, что несколько лет назад у него и Карины были короткие отношения, но они не виделись уже несколько лет. Помимо этих трех парней, через несколько минут появился 23-летний Николас Леон, который оказался бывшим парнем Марии. По словам девушки, в этот момент они начали общаться, пить алкоголь, есть и оставались там в течение нескольких часов. Они все много пили, но был один человек, на которого алкоголь подействовал сильнее, чем обычно. Это был Дэвид Пинья. Когда пришло время ехать домой, Мануэль Салазар предложил подвезти их всех. Он был на своей машине, и все согласились. Очевидно, что Хуан Пабло остался в своей квартире, а все остальные уехали. Известно, что за рулем автомобиля находился Мануэль, Хосе Антонио Севилья сидел спереди, а Дэвид Пинья, Николас и девушки находились сзади. Первым человеком, который вышел из машины, была Мария. Согласно ее показаниям, она сказала Карине, чтобы та осталась на ночь у нее дома, но она очень настаивала на том, чтобы вернуться домой. Тогда Мария попросила, чтобы Карину первой подбросили до ее дома. Парни отказались, так как ее дом находился дальше, и они хотели ездить туда-сюда, поэтому в итоге первой вышла Мария, которую зафиксировали камеры наблюдения возле ее дома. Также было видно, как ее мать открыла ей дверь. По словам девушки, после этого она ничего не слышала, своей подруги. Разумеется, для полиции это был неполный рассказ. Им нужно было узнать, что еще произошло в машине, а для этого необходимо было вызвать для дачи показаний всех парней. Следующим свои показания дал Николас Леон. Он сказал, что на самом деле, после того, как Мария Сесилия вышла из машины, его тоже высадили у его дома, и он не знает, что произошло после этого. В машине остались Мануэль Салазар, Хусей Антонио Севилья, Дэвид Пинья и Карина Дель Поза, которая на тот момент считалась пропавшей без вести. Поэтому полиция поспешила вызвать этих трех парней для дачи показаний. Поначалу, когда они давали показания, все трое говорили одно и то же. После того, как они высадили Николаса, то захотели продолжить выпивать в машине. Они проехали еще немного, и Карина начала возмущаться, потому что, как я уже сказал, она настаивала на том, что хочет поехать домой. Увидев, что парни не хотят ее высаживать, она вышла из машины, и они якобы видели, как она садится в такси. Предположительно, это был последний раз, когда кто-то из знакомых видел Карину Дель Поза. В связи с этим начались ее поиски. Полиция также хотела убедиться в том, что все, что говорят эти парни, правда. Поэтому решили проверить GPS-навигатор автомобиля, на котором ехал Мануэль Салазар. Автомобиль принадлежал не ему, а его матери, поэтому женщина позволила им проверить все записи. Выяснилось, что сначала ребята говорили правду, по крайней мере, Николас и Мария Сесилия. На GPS было видно, что автомобиль остановился у дома Марии на несколько минут. После этого, хотя и зафиксировано, что они проехали перед домом Николаса, остановка не отмечена. Полиция считает, что это произошло потому, что парня высадили слишком быстро. Следующее место, где можно было доказать, что остальные трое молодых людей не врут, вызвало тревогу полиции. Они назвали две конкретные улицы, где Карина, предположительно, вышла из машины и села в такси. Но эти улицы не были указаны в маршруте GPS-навигатора, что очень удивило полицейских. Кроме того, их внимание привлекло то, что машина была остановлена на несколько часов в местечке Льяно-Чика, сельской коммоне в Кито. Располагая этой информацией, полицейские отправились в Льяно-Чика, где была сделана отметка GPS, и начали поиск. На момент проведения обыска прошло семь дней с того момента, когда в последний раз видели Карину Дель Поза. 27 февраля 2013 года были обнаружены некоторые вещи девушки. Самым шокирующим, или по крайней мере тем, что позволило полиции на тот момент узнать, что Карина была там, был металлический кулон в виде совы, который она носила. Когда кулон был найден, все поиски были проведены на более обширной территории. В тот же день, 27 февраля, было обнаружено тело Карины Дель Поза. Было видно, что она находится в состоянии глубокого разложения, однако на нем были заметны явные признаки насилия. Таким образом, все, что говорили парни, окончательно разрушилось. Теперь предстояло выяснить правду, что произошло с Кариной Дель Поза и как именно каждый из них к этому причастен. Был выдан ордер на арест пяти человек, находившихся в автомобиле. Хуан Пабло Вака довольно быстро был исключен из расследования, поскольку остался дома. Офицеры хотели узнать, что сделали эти пятеро человек, находившихся в машине, и их снова вызвали для дачи показаний, после чего они были арестованы. Мария и Николас были исключены из процесса через несколько месяцев, поскольку было доказано, что они говорили правду. Они никогда не приезжали в Рьяно Чика и даже не знали, что эти три парня с Кариной были там. Когда было получено заключение судья до медицинской экспертизы, было установлено, что смерть Карины была жестокой. Она получила в общей сложности 14 ударов по голове камнем, который был найден очень близко к телу. На камне была кровь, и при анализе было установлено, что это кровь девушки. Удары были настолько сильными, что ее мозг вытек из головы. Кроме того, на теле были обнаружены следы изнасилования, а в нижнем белье была найдена семенная жидкость. Этот образец в то время считался очень важным для расследования. Его отправили в лабораторию, чтобы провести анализ ДНК и сравнить с тремя парнями, которые в то время были главными подозреваемыми. Но в лаборатории сказали, что окончательный анализ не может быть проведен, поэтому невозможно узнать, чей он. И я хотел бы также подчеркнуть то, что эта информация не была предоставлена трем парням. Они не знали в то время, что проводился тест ДНК. Полиция начала расследование и нуждалась в показаниях трех человек, причастных к преступлению. Когда офицеры попросили их подробнее рассказать о том дне, молодые люди полностью изменили свои версии. Хотя вначале все трое были согласны с тем, что произошло одно и то же, теперь, когда тело Карины было найдено и все обвинения высказаны, у каждого из них появилась своя версия. Первым выступил Дэвид Пинья, который заявил, что ничего не помнит из того, что произошло в ту ночь, так как был слишком пьян. Эта версия также совпадала с рассказом Марии, которая сказала, что Дэвид был самым пьяным из всех. Хуан Пабло Вака, хозяин квартиры, также рассказал, что видел Дэвида слишком пьяным, поэтому в тот момент решил, что, возможно, он говорит правду и ничего не помнит. Следующим свои показания дал Мануэль Салазар, водитель автомобиля. В тот момент он был совершенно уверен в одном – виновником убийства и изнасилования Карина Дель Поза был Дэвид Пинья. По словам Мануэля, оставив Марию и Николаса, они отправились в Льяно Чика, так как знали, что там мало людей. План трех парней состоял в том, чтобы продолжить выпивать, в то время как Карина хотела вернуться домой. Мануэль сказал, что девушка была расстроена, а Дэвид Пинья пытался дотронуться до нее на заднем сиденье машины, что еще больше ее вывело из себя. Карина вышла из машины, и Дэвид последовал за ней. Они зашли в кусты, а Мануэль и Хосе Антонио вставались в машине, когда услышали крики Карины. В этот момент они вышли на улицу и пошли посмотреть, что происходит. И здесь парень начал противоречить сам себе. В своей первой версии Мануэль сказал, что видел, как девушка лежала на земле, а Дэвид ее держал. Затем он якобы сказал ему следующую фразу «Хочешь посмотреть, как убивают женщин?» и попросил подать ему камень. Мануэль утверждает, что он поступил так. Подошел к Арине и шепотом попросил ее притвориться мертвой. В этот момент Дэвид якобы слишком разозлился и стал бить девушку камнем по голове, что и привело к ее смерти. В следующей версии Мануэль несколько изменил факты. Он рассказал, что видел Карину лежащую лицом вниз и Дэвида, который сидел на ней и душил. Когда он подошел, то парень сказал ему, чтобы он залез на девушку, чтобы она не ушла, и Мануэль его послушал. После чего Дэвид начал бить ее камнем. Но Карина не умерла, и тогда он схватил ее за шею, и в этот момент Мануэль услышал звук, по которому можно было предположить, что Дэвид Пинье сломал девушке шею, после чего они покинули это место. Эта версия была более противоречивой, чем первая, поскольку не соответствовала результатам судебно-медицинской экспертизы. Ни в одном из пунктов заключения не было установлено, что Карина умерла от перелома шеи. Хосе Антонио Севилья, в свою очередь, поначалу отказывался давать показания, воспользовавшись правом хранить молчание. Но когда он узнал, что на теле девушки была найдена семенная жидкость, то заявил, что он и Карина в ту ночь вступали в половой акт по боюдному согласию. Это показалось очень странным, потому что Карине нравился Хуан Пабло Вако, и она совсем не знала Хосе Антонио. И офицеры усомнились в том, что она хотела вступить с ним в половые отношения. Но самым странным было то, что он не говорил об этом, пока не узнал, что на теле Карины был обнаружен образец семенной жидкости. Когда Хосе Антонио сказал это, ему также пришлось дать показания о том, что, предположительно, произошло в ночь с 19 на 20 февраля в Льяно Чико. Он рассказал то же самое, что и Мануэль. Они с парнями хотели продолжить пить, а Карина хотела пойти домой. Хосе Антонио также согласился с Мануэлем в том, что Дэвид Пинье пытался прикоснуться к девушке на заднем сидении автомобиля. Карина расстроилась, вышла из машины, а Дэвид последовал за ней. Через несколько минут они услышали ее крики. Вышли из машины, думая, что нужна помощь, и в итоге обнаружили Карину на земле, а Дэвида на ней. А вот дальше начинается совсем другое. Хосе Антонио рассказал, что видел, как Мануэль и Салазар залез на Карину и вместе с Дэвидом Пинье договорился лишить ее жизни. Хосе якобы не захотел в этом участвовать и ушел в машину. Через несколько минут пришли Мануэль и Дэвид с окровавленным камнем в руках. Они рассказали, что им стоило больших усилий лишить Карину жизни, что она умерла от ударов и что Дэвиду пришлось сломать ей шею. С учетом этих трех различных показаний полиции предстояло проделать большую работу. Эквадорские власти также должны были провести очень тщательное расследование. В конце концов, единственное, в чем эти показания, по крайней мере, два из них сходились, так это в том, что Дэвид Пинье якобы был убийцей Карины Дель Поза. Для того, чтобы попытаться пролить свет на случившееся, была назначена экспертиза автомобиля матери Мануэля Салазара, на котором он ехал в ту ночь. При тщательном осмотре в машине была обнаружена кровь девушки. Давайте вспомним, как они сидели. Мануэль Салазар был водителем. Хосе Антонио Севилья сидел спереди. Сзади была Карина и Дэвид Пинье. Кровь была только в передней части автомобиля. Она была на руле, на двух ручках, используемых для открытия дверей, и на двух напольных ковриках. Поэтому люди или человек, убивший Карину, должен был находиться в одном из этих двух мест. В этот момент у офицеров возникли сомнения насчет причастности Дэвида Пинью, потому что он сидел сзади, где не было найдено ни капли крови. И если верить словам Хосе Антонио Севилья, что он даже не был рядом с Кариной, и рассказу Мануэля Салазара, который якобы просто передал камень Дэвиду, то почему на их местах была найдена кровь? После осмотра автомобиля были проведены обыски в домах парней. У них была изъята одежда, которая была на них в тот день, а также обувь. При осмотре вещей Мануэля Салазара было обнаружено, что на его обуви и одежде была грязь с места преступления и кровь Карины, а в бумажнике карта девушки. На наволочке кровати Хосе Антонио Севилья была обнаружена кровь жертвы, а на его обуви грязь с места преступления. У Дэвида Пиньи на одежде не было ни следов грязи с места происшествия, ни крови девушки. Напомню, что с момента всех событий прошло некоторое время, поэтому офицеры заявили, что, возможно, Дэвид Пиньи мог почистить свою одежду и обувь. И по этой причине его не отстранили от дела, несмотря на то, что постепенно появились доказательства, которые в какой-то мере его оправдывали. 3 октября 2013 года был начат судебный процесс в отношении трех парней. Прокуратура решила, что именно Дэвид Пиньи убил и изнасиловал Карину Дель Поза. Мануэль Салазар помогал ему, передавая камни и удерживая девушку, а Хосе Антонио Севилья был свидетелем, который находился рядом и ничего не делал. Все трое были признаны виновными и приговорены к одинаковому наказанию, 25 годам лишения свободы. До сих пор неизвестно, почему им был вынесен одинаковый приговор. Очевидно, что если один из них был исполнителем, другой социсполнителем, а третий просто свидетелем, они должны были получить разные сроки. Но это не самое странное в этом деле. Самым странным было то, что Дэвид Пиньи был осужден без каких-либо вещественных доказательств того, что он находился на месте преступления. Существует неофициальная версия событий, в которой утверждается, что настоящим убийцей и насильником Карины Дель Поза является Хосе Антонио Севилья, что Мануэль Салазар помог ему убить ее, а Дэвид Пиньи был просто козлом отпущения. Не совсем понятно, что произошло в ту ночь, потому что у всех троих очень разные версии, но по сей день Дэвид Пиньи продолжает утверждать, что он не виновен. Друзья, что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них вы сможете найти в описании под этим видео. Не прощаемся!